О, начинается вечный выбор между друганами и девушками, ну это жесть. Блин, секта какая-то, ёлки-палки. И все твои мечты станут ягью! Как пропало? Будь не может. Ага! Привет, Витёк здесь, это снова Зайчик. Последняя серия третьего эпизода, главы третьей, называйте как хотите. Долго рассусоливать не буду, присаживайтесь с вкусным чайком, бутербродиком и с готовым лайком под видео. Погнали! Антон, тебя к телефону! Полина? Девушка какая-то! Девочка какая-то? Ты чё тут уже, пап, завёл? Давай, давай, мама, разберись. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Оле и игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да, она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаш и потрёпанный блокнот. Я взял их и принялся вводить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Сейчас будем обсуждать. Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честный буду? Так. Конечно. Карандаш выявил женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушёпотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В посёлке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... Ну, голос этого места. Он не мелодичный. Всё шуршит, как патефон на игла. Скрепит. Воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Грифель набросал дом, окружённый высокими деревьями. Что-то я от тебя понимаю. Моя сестрёнка говорит, что чувствует себя заточённой в темницу. Ах, вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. А порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес, подумала я отчуждённо, молю я хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз. Я когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Убегаю по смычку в небо. Я осознал, что рисую нож бабочку. Зачеркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать ей? Предупредить, что он замыслил? Сорвать его планы? Охмурить Полину? А как же команда Вольтрона? Всё-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стал, предав их? О, начинается вечный выбор между друганами и девушками. Ну это жесть. Окей, так, ладно, голосование окончилось. Чат. 250 человек за Ромку, 279 за Полинку. Вот так вот чат проголосовал. Если честно, я бы за Ромку голосовал сам. Выбирал бы Ромку, потому что... Полинка, она умная девчонка. Она бы поняла. Она бы всё поняла. Ей можно было бы потом всё это объяснить. Всё было бы хорошо. Вот. А с этими пацанами, глядишь, может что-то интересное получится. Но раз чат кричит Полина, и большинство всё-таки за неё, я экспериментирую. Окей, пусть будет Полина. Слова вязли во рту, ускользали. От напряжения я стал накручивать завитой провод на палец. Алло, Антош, я тебя плохо слышу. А, всё понятно. Я громко выдохнул. Ромка сделал из меня маньяка. Да, великолепное признание. Трубке повисло гудящее молчание. Что? Он попросил меня напасть на тебя. Как будто я какой-то монстр. А он бы тут же объявился и героически тебя спас. Алло, Полин? Она молчала, так что я паду в трубку. Ты согласился? Её голос стал серьёзным. Более жёстким. А-а-а! Не надо было всё-таки ей в этом рассказывать. Нет, как ты могла подумать? Я ведь сказала тебе правду. А Ромка с Вяшей после такого они мне больше не товарищи. Ах, Антон, спасибо! Я так рада, что ты со мной! Сердце заколотилось быстрее. Волнение потерять Полину передало эстафету трепету встречи. Не-не-не, мне не нравится это. Чё не сохранил? Я сохранился. Ну это брух какой-то вообще. Ну не-не-не, так нельзя. Понимаю, как тебе было нелегко рассказать такое. Вот, ачивку дарит зато. Слушай, дедушка всегда говорил, что музыка лечит душу. Хочешь, я тебе сыграю? Где? В школе? Нет же, после школы. Придёшь завтра ко мне в гости? Ха-ха, не верю в услышанное, я бронил карандаш. Хе-хе, ещё сам упал об стол. Ха-ха, джи. А когда бросился вытаскивать его из-под тумбочки, что я с силы треснулся о неё лбом. Конечно, почему бы и нет? Тогда завтра после уроков, хорошо? Хе-хе, на макушке медленно надувалась шишка. Но я её почти не чувствовал. Интересно, а что было бы, если бы я за Вольтрона был бы? Она бы всё равно пригласила меня, или нет? Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь ему вести девочку, которая мне нравится. Придётся сделать вид, что я с ними. Ради Полины. Полин, подожди минутку. Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Ой, сейчас скримеры будут наверняка. Такую музыку только скримерочек пускать. Не, горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замёрзшем глазке различились два невысоких тёмных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлечённая сериалами, не заметила дрель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щёки. Я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени, лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах и монотонный скрип под подошвами. Хм... Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чащобе, будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась напречу, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары. Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. Ну что, Датри Ална? Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До кости продроглина! Совелись! Да иду, иду! Я глубоко вдохнул и пошел, пиная сугробы. Че-то стрёмное. Бяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать, и я зачем-то положил озябшую кисть ему на плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. Твою налево. В мою сторону торчал острый клюв со всех сторон, усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. А-а-а, я думал сова. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. У-у-у! До самых костичек! Голос был точь-в-точь бяшен, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули на гайкой. Существу в маске лишь притворялось бяшей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо. Как будто никто не гнался за мной. Может, потому что сова умеет летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Здрасте. Взъерошенный волчок выплыл из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Лепорчился в припадке. И пускай я четко увидел, что волчья морда обыкновенная маска что-то в судорогах оборотно заставило меня окоченеть. Ряженный потекся боком остолк крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза образина засверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на четырех конечностях. За движущей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. И спал в прайзе маски сочет жидкость. Тягущие капли падали на доске. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула спину. Шепнула. Спасайся. Штакетник. Штакетины заборы замельтешили. Я снова бежал в сторону, в обратную, к зубчатой и пахнущей хвоей кромки леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной застрелись забучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе. Напоминая едкий дым, погребали костров. И я снова бежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я бронюшавку и уши запекло от лютого мороза, пока сам я весь взмоков фото. Поле, наконец, закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью и лицо, чтобы случайный суп не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел выбившихся из почвы корней, прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый! Вот ты какая ты классная! Первым желанием было кинуться к ней и обняться. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Нормальная вода накрыла? Да вот. Шапку. Она протянула мне потерянную шапку. Уберона ходок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы ли еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Я забрал ее, натянул по самые брови. Тепло? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден. Но покатав мысли на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовала запах мят и апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости аромата. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю ее пушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думал, упала, ты в снег провалился. Да. Стало снег копать не от тебя. А я не копал. Лень копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай, да копай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются. И устану. Ты уж так дозвать и разговор. Как я рад! Дегенерат! Ха-ха-ха! Какая шутка! Не обращай внимания. Он со странностями. Я понял, что стою с открытым ртом. С бессильно опущенными руками. Не зная, как отреагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться. А кто-то даже впыркнул, словно услышал шутку. Да, да! Лесоправо! Это он! Нет, это наш! Неужели нашли? Ножальчик! А чё у него с рукой? Да-да, похож! Взбесившийся от радости волчок, начал махать частью костюма, словно хвостом. Первый! Ну, конечно, ты первый! Это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Ага. Да, наверное. А этот улыбчивый бугай, медвежутка. Медвежутка. Слово жуть. Ха-ха. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Всё ещё сомневаясь в благих намерениях причудливых зверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Ха-ха. Алиса наигранно подбоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придём, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чёрт я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Полина, что ли? Всё-таки. Ну а кто ещё знает про Диснейленд? Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня? И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учить в школе, учить в школе, учить в школе. А где продолжение? Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот, с земли в тёмное небо, как на прокрученной задом наперёд плёнке. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновения. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости. Лишь чистое, незамутнённое любопытство ребёнка. И я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Нежинки всё планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Драк! Пусть только попробуют. Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с моплями или с нами пойдёшь? Не-не-не, я лучше домой. На аттракционы! В эту секунду далёкий звук флейта нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя. Вызывал в памяти звон хрусталя и журчание студённого ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеяла их. Я пошёл за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали, а образованные соснами туннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Всё это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которой мы выбрались, я видел во сне. Плейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между тёмных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделял её восторг. Включаю Сергей Куренков. Песня у тебя в глазах. Спасибо. Задрав голову, я смотрел вверх. У-у-у. Красиво как. Очень красиво. Это мелочи. Я покажу гораздо больше. Если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый, на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения. Предвкушение чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки. Боже, почему мне это сова Анита напоминает, а? Я не знаю. Человеческие дрязги. Я же говорила. Все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними одни дни люди. И даже я? Хе-хе. Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. Я увидел маску, которую леса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Не взять я не могу. Но вдруг, с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? Медведь, наверное, Семен. Очевидно. И с остальными детьми. Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком. А лисичка чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Кожаное лицо? Умел бы я креститься, или крестился бы. Хотите сказать, это был человек? Значит, тот заячья губа, да? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослые. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносился звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка извлекая из карманов гость к горсть конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики, тут же запахло ананасом, какао и дыней. Оу, убеди палец из моего рта, пожалуйста. Последнюю конфету, вафельную, мою любимую, Алиса выложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешков, я прожевал вафли и шоколад. Проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло. Маска льнула к коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Говорила же! Это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию. Тот жар, которым и меня наполняла чарующая музыка. Савва прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырча и отдуваясь. И ты так можешь! Попробуй! Я попробовал. Вот что-то они цитными стали. Ноги оттолкнулись от земли. Я взлетел ракетой к звездам и закричал о счастье, увидев своих друзей внизу. Ветер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком и слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности! Блин, секта какая-то, елки-палки. И все твои мечты станут явью! Я так счастлива, наконец, обрести тебя! Зайчик! Смеясь от восторга, я понял главное. Эти четверо не причинят мне вреда. А настоящие враги. Я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски. Те, кто далек от волшебства. Люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились. В страхе. Правильно. Бойтесь. Я допрыгну до вас. И... Я щелкнул зубами. Затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лесой. Мы полетели выше самых высоких сосен. И застыли в воздухе. Я закружился. Алиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается. И улыбался. Сам. А флейта все играла и играла. Внося нас увысь. Ты че, опять в облаках летаешь? С вами полетаешь, сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь склонялись по классу, передавали друг другу записки и шушукались. Их физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка, это был сон. Потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам, куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалится на луну. Ну чего? Че, че? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Это которая... капец. Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Будь не может. Последний раз Катью видели днем, 12 января, на школьном дворе. Глаза зеленые. Че у них у всех зеленые глаза? Волосы светлоруссой и худощавого телосложения была одета в куртку с капюшоном на меху, вязаную шапку с помпоном, белый шарф и перчатки. Брошь на шапке в виде цветка. Всем, кто может сообщить информацию, милиция. КАТЯ! Вот так. Катя капец подложила в конце самом. Спасибо, вы прошли третий эпизод визуальной новеллы за Эйзега. Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Ну все, теперь ждать следующую серию. Опять полгода, если не больше. Это был зайчик. Побегайчик, попрыгайчик, как хотите называйчик. Надеюсь, вам понравилось. Лайки ставьте. В описании ссылочка на плейлист. Можно пересмотреть все, что было до этого. И... Комментарии пишите. Лайки ставьте. Я это, кажется, уже сказал. До встречи как-нибудь в следующих эпизодах. Надеюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok